Тамара Борисовна Ледерникова, Российско-Коммунистическая рабочая партия. Хочу напомнить некоторые моменты из нашей очень близкой истории. Верховенского закона. Вот такие слова. Власть через усты Дмитрия Анатольевича Медведева выбросила в народ. Верховенского закона. Кто должен обеспечивать это верховенство? Ну, по шапкам, по верхним. Это Верховный суд, Генеральная прокуратура, это Следственный комитет, МВД и их подразделения в России. На сегодня что мы видим? Каков результат работы всех этих органов? По международным оценкам Российская Федерация в опции верховенского закона занимает 93 место из 113 рассматриваемых. А по гражданскому правосудию 63 место в рейтинге занимает Российская Федерация. Ну и наши российские центры, допустим, Левада-центры, проводили это все данные по 2016 году. Левада-центр проводила свой опрос граждан и выявила, что только 22% граждан Российской Федерации доверяют власти, в том числе и судам. Вот сегодня такая ситуация. Значит, вот такая, какая напрашивается оценка всем этим службам. Да не удовлетворительно. Сегодня многим людям приходится обращаться в суд, защищая свои законные права. Но, к сожалению, очень мало кто выигрывает. Но в последние годы сложилась интересная ситуация, когда граждане приобрели все-таки опыт, изучили российское законодательство и начали выигрывать суды у власти. Это самая тяжелая позиция выиграть суд у власти, чего бы это ни касалось, личных прав или общественных каких-то интересов. Самый последний пример это, когда вот этой группе юристов, еще не юристов, юристов-практиков удалось доказать подлог, который был совершен в то время губернатором Матвиенко Валентина Ивановна. И они прошли через все ступени власти, от Смойницкого районного суда до Президиума Верховного суда. И доказали, что она виновата. Подлог ею совершен во множественном количестве. Хотя на тот момент не все было им известно. Но что произошло? Произошла манипуляция выборов Муниципального совета. Валентина Ивановна была быстренько выдвинута депутатом Муниципального совета, что дало ей проходной билет в Совет Федерации, где она теперь возглавляет. А для чего это надо было? А это нужно было для того, чтобы она получила защитный иммунитет. Ибо ей по тем признанным подлогам грозило уголовное дело. И надо сказать, она и сейчас не рассосалась. Тяжесть и деньги, которые там фигурируют, они не имеют времени и давности. Поэтому у нее еще все впереди в этом плане. Но что опять же делает власть? Во-первых, они каждый раз, когда граждане находят какие-то лазейки в законодательстве или в суде, умудряются это доказать, корректируют эти самые законы, где был обрежен. Быстренько вносят дополнения, изменения и так далее. И вот в 2015 году появился кодекс административного судопроизводства, который, по сути дела, закрыл путь гражданам в споре с властью. А каким образом? Значит, судиться с властью может только гражданин, имеющий высшее юридическое образование, или его представитель, который тоже имеет высшее юридическое образование. И, конечно, тем, кто хоть однажды сталкивался с нашим правосудием, понятно, действующие адвокатские конторы, адвокаты ни за что не пойдут поддерживать спор с властью. Найдут тысячи одну причину или заломят такую цену, от которой никто не сможет воспользоваться их услугами. Так что же нам тогда делать? Вот у нас-то какая ситуация? Мы собрались для чего? Ну, чтобы обсудить возможность избрания судей. А здесь получается избирай, не избирай. Вся система власти в России, она настолько зациклена внутри себя. И туда никаких чужаков не допустят. Потому что политические пропорции, которые находятся сегодня в Думе или в законодательном собрании, таковы, что никакой маломальски полезный для жителей закон просто не пройдет, его заваливают. Потому что вся эта команда объединена. Объединены они партией «Единая Россия» и «Единой кормушкой», которая, безусловно, им дороже всего. Вопрос извечный в России. А что делать? Что нам делать? А я думаю, что нам нужно объединяться в «Единый фронт». Те левые силы, коммунистические партии, которые на сегодня считают, что лимит на революции не исчерпан, должны объединиться в «Единый фронт». И тогда мы с вами и судьи будем выбирать, и лучшую жизнь в России для наших граждан строить. Поэтому нам нужен сегодня единственно реализованный лозунг пролетарии всех стран. Соединяйтесь! Левые и коммунисты, объединяйтесь в «Единый фронт», в «Единую линию». К этому призывает политическая партия «Родфронт». Этого я всем нам и желаю, иначе нам победы не видать. Спасибо, но мы сегодня старались работать в том числе в режиме открытого микрофона.